Время новостей на Первом и Тищенском. С вами Анна Смирнова. Здравствуйте! В эфире информационная программа «День». Сегодня на уборку снега и противогололедную обработку вышло более 40 единиц спецтехники и 115 дворников. На усиленный режим работы сотрудники управляющих компаний перешли еще на прошлой неделе. Из-за стабильной минусовой температуры снег не тает. Работа по ликвидации последствий снегопада идет не только в городе, но и на сельских территориях. Напомню, свои обращения по вопросам уборки городских территорий от снега мытищенцы могут направить в штаб по зимнему содержанию округа. Его сотрудники в режиме онлайн посредством GPS ГЛОНАСС отслеживают спецтехнику и предоставляют информацию по уборке дорог, тротуаров, остановок, а также дворовых и общественных территорий. Кроме того, в штабе формируют статистические данные и следят за очисткой кровли от снега и наледи. Обратиться туда может любой житель муниципалитета. Зимний штаб работает без выходных с 6 утра до 12 ночи. Звоните либо пишите в мессенджеры по телефону. Далее о том, что еще сегодня в выпуске. 600 операций за 8 месяцев. Как работает травматологическое отделение Мытищенской городской клинической больницы? В первую очередь выходят операции реконструктивные, операции металловой стеосинтеза. 22 года вместе со зрителем. Телеканал Первый Мытищенский отмечает профессиональный праздник – День телевидения. Много новостей мы смотрим на Мытищенского канала и всякие нам очень нравятся. Живи танцуя. Фестиваль для танцоров с ограниченными возможностями здоровья прошел на арене Мытищи. Приехали лишь бы участвовать, не за перезвыми местами. Партийный проект «Единая Россия за самбо» объединил более 250 борцов со всей России. Мне очень нравится этот вид спорта. Я хотел бы, чтобы меня узнал весь мир и я поехал на Олимпиаду. Начнем с происшествий. Пять раз огнеборцы выезжали на тушение пожара за прошедшую неделю. Один из крупных произошел в деревне Сорокино. Там полностью выгорело строение гаража и пристройки к нему. Обошлось без пострадавших. Еще одно большое возгорание произошло в деревне Фидоскино, где после высадки пассажиров начал гореть автобус. В результате пожара выгорел рейсовый автобус номер 42. Предварительная информация. На конечной остановке рейсовый автобус остановился для высадки пассажиров и возникло в отсеке двигателя возгорание. Прибыльшие подрезаемые пожарные охраны обнаружили, что уже автобус горел по всей площади. Предполагаемая причина возгорания – техническая неисправность. Самой популярной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается несоблюдение правил безопасности. Особенно о них важно помнить в преддверии новогодних праздников. Неправильное использование пиротехники, гирлянд и электрических обогревателей может повлечь за собой трагедию. О профилактике пожаров расскажет начальник Мытищинского отдела надзорной деятельности Сергей Ананичев. Рубрику «Актуальное интервью» смотрите после выпуска новостей. Еще раз хотелось бы обратиться ко всем жителям и гостям городского округа Мытища с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности во время новогодних праздников. Соблюдайте требования пожарной безопасности, чтобы не омрачать праздники. Большую партию гуманитарной помощи для раненых бойцам на передовую и в детские дома казачьи кадеты увезут в ЛНР. В вешках на территории Уаровского храма у них работает свой штаб, где каждый день кипит работа. Наборы формируют дети и их родители. Волонтеры молодежного центра «Импульс» передали казакам около 200 писем для военных. Там на передовой они носят их под бронежилетами. Особенно у взрослых бойцов, которые можно засорить, допустим, вот эти письма вызывают очень сильный трепет и порой даже слезы. Потому что каждый боец оставил кого-то дома, брата младшего, сестру, сына, дочь. И читая подобного рода письма и разглядывая рисунки, каждый из них представляет своего близкого. Другим темам. Мытищинские травматологи провели более 600 операций за 8 месяцев. В марте травматологическое отделение Мытищинской городской клинической больницы возобновило плановый и экстренный прием пациентов после выхода из красной зоны. За это время было прооперировано более полутысячи пациентов. Часть вмешательств были выполнены высокотехнологичным методом. О том, как сегодня работает отделение, смотрите в нашем сюжете. Сегодня на операционном столе молодой мужчина. Ему проводят плановую ортоскопическую операцию. Хирургическое вмешательство по удалению разорванного мениска. Мужчина хромал, чувствовал боль и ограничения в суставе. Все это скоро будет позади. Малоинвазивное вмешательство длится всего 40 минут под местным наркозом. Минимум разрезов – быстрая реабилитация. И таких пациентов здесь, в травматологическом отделении Мытищинской больницы, оперируют едва ли не каждый день. Это отделение – одно из лучших в Московской области. Следует отметить, что на сегодняшний день травматология, конечно, претерпела некоторые изменения. И то, что в головах обычного обывателя – это длительное ношение гипса, скелетные вытяжения и так далее. Сегодня, конечно, уходят на второй план. В первую очередь выходят операции реконструктивные, операции металлового стеосинтеза, которые позволяют достаточно быстро вернуть человека к нормальной жизни, к нормальному функционированию. Ну и заметно сокращают сроки его пребывания в стационаре. Мытищинская городская клиническая больница – одно из трех медучреждений региона, где проводятся ревизионные эндопротезирования. То есть, повторные операции пациентам, которые уже перенесли подобные вмешательства ранее. Но требуется коррекция или замена эндопротеза по разным причинам. Такие операции провели уже пяти пациентам. Хочется отметить, что мы одна из, ну, фактически трех больниц в Московской области, где выполняются санкционные эндопротезирования. То есть, это операции, которые выполняются у пациентов, уже перенесших эндопротезирование, например, тазобедренного сустава. Это сложные вещи, и, соответственно, не везде они выполняются. Ну, и большое внимание мы отделяем малоинвазивным методикам. Это и артроцкопические операции, это и восстановление связок коленного сустава, винист, коктами и так далее. Еще одна гордость отделения – операции при коксартрозе. Это дегеративное заболевание суставов. Бывает, как правило, у женщин. Любовь к Козлову только прооперировали. Чувствует себя хорошо. Очень хорошо читаю, не знаю, скажу. Поспали, да? Я спала. Операция шла где-то час. Примерно час она длилась, да, вместе с укладкой. Пациентка спала, просто дремала. А так под спинальной анестезией все прошло благополучно, все хорошо. И такие высокотехнологичные операции давно не редкость. Их и раньше практиковали до перепрофилирования в красную зону. Сейчас методы и технологии совершенствуются. С марта провели более ста подобных вмешательств. Коксартроз – это дегенеративное заболевание суставов, которое все чаще встречается у пациентов. В том числе больше женского пола страдает этим заболеванием. Значит, сроки ожидания у нас на данный момент сократились до месяца. Все они проходят по квотам, по высокотехнологичной медицинской помощи. Обследуется частично в отделении, частично в условиях поликлиники. После поступления на второй-третий день оперируются. Время пребывания в отделении не более недели, 7 дней. При этом они в условиях отделения проходят реабилитацию. У нас в штате имеется свой штатный реабилитолог, который с первого дня поднимает их на ходунки, на костыля. Сейчас в травматологическом отделении мытичинской больницы получают медицинскую помощь жители округа и соседних муниципалитетов. Функционирует 45 коек. Светлана Александрова готовится к выписке. У нее был перелом лодыжки со смещением. Госпитализация была никаких проблем. Только собираешь пакет документов. И когда ты собираешь, дойдешь сюда к нему на прием. И как бы практически уже на следующий день ты уже можешь ложиться. Новые подходы и современные методы, применяемые мытичинскими травматологами, позволяют достаточно быстро вернуть пациента к нормальной жизни и заметно сокращают сроки пребывания в стационаре. В отделении оперативная активность достигает 80%. Также в травматотделении успешно оперируют вальгусную деформацию стопы. Чтобы попасть на плановую операцию, необходимо получить направление от врача-травматолога поликлиники по месту жительства. Все оперативные вмешательства проводятся бесплатно в рамках ОМС. Также каждый вторник консультацию пациентов проводит заведующий отделением Баграт Григорян. Алина Саваш, Алсу Калимулина, Андрей Капустин, Первый мытичинский. Сегодня, 21 ноября, свой профессиональный праздник отмечают все работники сферы телевидения и вещания. К ним относятся режиссеры, операторы, ведущие, монтажеры и редакторы. Телевидение – это командная работа. Вот уже 22 года Первый мытичинский показывает, что происходит в нашем округе. И сегодня мы решили рассказать о съемочном процессе новостей и показать тех, кто обычно остается за кадром. Каждый день в 20.45 вы берете в руки пульта телевизора, включаете Первый мытичинский, чтобы посмотреть программу «День». Кто-то узнает новости городского округа через социальные сети. И сегодня в День телевидения мы хотим рассказать вам, как мы делаем новости. В 9 утра начинается рабочий день у сотрудников телекомпании «Первый мытичинский». Если вы позвоните в телекомпанию, то вам ответит Светлана Кузнецова. Она координирует работу корреспондентов, операторов и водителей, а также составляет план съемок на день. Задача на сегодня – снять 9 сюжетов. Если вы увидите брендированный автомобиль на улицах города, то знайте – идет съемка очередной новостной истории. Сергей Евгеньевич, вы откуда? Мы только что со съемок снимали совершенно новых уток на наших прудах. Это событие. Сейчас сразу же садимся за монтаж. Я думаю, зритель скоро всех увидит. Придумать, снять и написать сюжет – это полдела. Главное – его смонтировать. Саша, ну на минуточку тебя отвлечем от работы. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь сегодня? Какая твоя главная задача? Ну, задача у нас, как и каждый день, это монтаж новостей, сюжетов. Но в данный момент делаю отбивку для новостных сюжетов. Самая жаркая пора у монтажеров начинается после 14 часов, когда корреспонденты возвращаются со съемок и готовят сюжеты к эфиру. Это наша корреспондентская или Ньюсрум. Сейчас мы зайдем и посмотрим, как идет работа. Что ты сейчас делаешь? Я пишу сюжет про турнир по самбо, который проходил в эти выходные. Как раз слушаю синхрон. Мы не отвлекаем, у тебя сегодня много работы. А мы сейчас узнаем, что же у нас Анна Смирнова делает. Анечка, у тебя сегодня будет работа в студии, правильно? Да, я сегодня буду вести новости. Вы увидите меня на телеэкране. Соответственно, этот же сюжет я вам и объявлю. Я сейчас делаю монтажный лист. Через пару часов Анна Смирнова встанет за стойку в студии и скажет зрителям. Время новостей на Первом Итищинском. Святая святых, телекомпания, это студия. Здесь записывается программа «День» и другие программы. Прямо сейчас ребята готовятся к прямому эфиру нашей новой программы «Утро». Ребят, как настроение? Замечательно. Все, очень здорово. Удачи вам. Спасибо. Мы рады каждый раз снимать эту передачу, будить, просыпаться вместе с мытищинцами, радовать их, давать позитив на целый день. Аппаратное – сердце нашей телекомпании. Здесь главный командующий, выпускающий редактор эфира. После ее фразы «пять секунд до старта» начинается запись ведущих в студии. Чтобы каждый зритель мог прийти вечером домой, включить телевизор и узнать, что произошло в нашем округе сегодня. Я всегда смотрю Первый мытищинский канал. Когда собираюсь на работу, мне интересно, что у нас творится в городе. Я все новости знаю из Первого мытищинского. Много новостей мы смотрим мытищинского канала. И всякие нам очень нравятся. А что предпочитаете? По телевизору или через соцсети? По телевизору. В соцсети детям пока не разрешаем. А самим пока некогда в соцсетях долго сидеть. Так что по телевизору смотрим. Юлю знаем. Ваша Юля, не? Наша Юля Федориня. Да, да, Юлю знаем. Давно ее смотрю. Чтобы у вас все передачи были, как выразиться, позитивно настроены. Чтобы новости были у нас интересные. Развития, творческих успехов, чтобы прислушивались, наверное, к мнению телезрителей. Благодарим наших зрителей за теплые пожелания. И поздравляем с днем телевидения. И обещаем, что завтра снова в 20.45 на Первом мытищинском вы увидите свежий выпуск новостей. Татьяна Горностаева, Александр Соломкин, Первом мытищинский. Продолжаем выпуск. Транспортная доступность станет еще лучше. Один из участков первого национального велосипедного маршрута от Москвы до Санкт-Петербурга пройдет по мытищинскому городскому округу. Сам проект стартовал осенью прошлого года. Завершить работы планируют через пять лет. Технически его идея заключена в том, чтобы объединить муниципальные велодорожки в единую сеть. Часть строительных работ уже завершена. В данном месте, где мы сейчас находимся, будет соединяться часть нового участка. И у нас уже, который ранее был проложен, который будет модернизироваться под «Вело-1». То есть будет установлено дополнительное освещение, малоархитектурные формы, лавочки, велопарковки. В том участке, в котором мы сейчас стоим, он уже действующий. И тот, который у нас заключен контракт на устройство нового участка, то там контракт двухгодичный. То есть часть делается в этом году уже, часть смонтирована, там бетонное основание, асфальт. И часть еще будет в следующем году. То есть примерно с весны, начало лета, я думаю, мы уже увидим соединяющий маршрут. Добраться на велосипеде в Санкт-Петербург за неделю – мечта любителей активного отдыха. Теперь на один шаг она становится ближе. И к новостям спорта. В округе стартовал партийный проект «Единой России» за самбо. Решение о его создании было принято на президиуме Генсовета партии летом. Городской округ Мытищи первым на территории Московской области приступил к его реализации. А начался он с турнира, который прошел в минувшие выходные в Центре единоборств. Соревнования объединили более 250 участников из разных городов России. Кто оказался самым ловким и сильным, расскажет моя коллега Алина Саваш. Установка на победу. В этом зале по-другому никак. Самбо по зрелищности и бескомпромиссной борьбе сегодня дает фору многим единоборствам. Уровень подготовки у борцов более чем серьезный. Все спортсмены тренируются практически каждый день. Планы на будущее глобальные. Я занимаюсь самбо с шести лет. Мне очень нравится этот вид спорта. Я хотел бы, чтобы меня узнал весь мир и я поехал на Олимпиаду. Еще больше и спортивный азарт, и накал страстей в зале борьбы среди девушек. То, что самбо не женский вид спорта, для них лишь стереотип. А если кто-то готов с этим поспорить, то ему придется занять место уже на ковре. Я считаю любовью спорта женский, если так хочет сама девушка. Я захотела, потому что мне нравилось, и тренироваться очень интересно. Мне нравится бороться. Самое сложное на любом турнире – это справиться с эмоциями во время поединка. Но здесь за дело берется та самая женская мудрость. Проигрывать – это не так уж и плохо. Главное – не расстраиваться, ведь все равно, когда ты еще выиграешь. Бороться с переживаниями и неуверенностью спортсменам помогает группа поддержки. Самбо – эмоциональный вид спорта. Ногу на шею положи! Ногу на шею дай, делай! Ярко, громко и интересно прошел турнир в центре «Одиноборств». Он объединил спортсменов из 250 городов России – Санкт-Петербурга, Брянска, Владимира, Иванова, Хоролева и, конечно же, Мытищ. Участников турнира поздравил президент Федерации самбо Московской области. Наш вид спорта все-таки более чем 100 стран в мире поддерживают. Ну, вы сами видите, какие дети, какие реальные дети, как они сейчас борются. Реальные уже такие взрослые, молодые мужички, которые сегодня, в отличие от их совестников, не лежат у дивана, не кушают чипсы, не смотрят телевизор. Они утро встали в 5, кто в 4, наверное, утро, кто в 6, и они здесь. Наши борцы успешно зарекомендовали себя не только в регионе, но и в стране. Это во многом поспособствовало заключению официального соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципалитета и Федерацией самбо Московской области. Мытищик – это вид спорта, наш национальный развит очень хорошо. У нас регулярно на базе учебно-тренировочного центра. Здесь, на этой базе, проходят соревнования различного вида. Поэтому мытищики к этому готовы, готовы давно. И осталось только соблюсти формальность и подписать наше соглашение. Формальности соблюдены, дело за малым – покорять новые вершины. Медлить участники турнира не стали. Мытищинские борцы показали на соревнованиях отличные результаты. В копилке сразу несколько первых мест. Для меня это радость большая, потому что эта победа продвигает меня на следующие соревнования. Это опыт, это призы и все остальное. Этот турнир дал старт началу проекта «За самбо» в Мытищих. Решение о его создании было принято на президиуме Генсовета партии «Летом». Наш городской округ первым на территории Московской области приступил к его реализации. По статистике в Мытищах занимается более 4 тысяч детей, именно в официальных школах бюджетных наших. И этот спорт очень востребован. И давайте честно, надо не забывать, что это вид спорта, который появился именно в свое время в Советском Союзе. Это традиционно российский спорт. Даже на праздничном турнире, посвященном спортивному празднику борцов, они занимаются любимым делом. Для них это уже повод для радости, а для зрителей – эффектное зрелище. Алина Савыш, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. Концертные номера как мини-спектакли. Это негласные условия фестиваля конкурса «Живи, танцуя», который состоялся на базе арены Мытищи. Участие в нем приняли танцоры с ограниченными возможностями здоровья. Но это не помешало им показывать настоящий артистизм и умение выразить в танце свое настроение. Сергей Берзин продолжит. Выйти на сцену, да еще со своим танцем, далеко не каждый решится. Но здесь, на фестивале-конкурсе «Живи, танцуя» создается такая атмосфера, при которой творческое соревнование танцев становится дружеским подарком. Что такое танец? Спорт, искусство или вдохновение? А может быть все вместе? Но для участников сегодняшнего фестиваля это нечто большее, потому что им предстоит открыть себя. 375 участников вступили в борьбу за кубок арены Мытищи. Санкт-Петербург, Москва, Череповец, Иваново, Калуга, Ижевск. Десятки команд из этих и других городов приготовили свои оригинальные шоу. Мы вообще здесь первый раз, я просто удивлен, мы танцуем. Мы приехали лишь бы участвовать, не за перезовыми местами, но если привезем в нашу Вологодскую область лауреатов первой, второй степени, мы бы очень довольны. По сути, это звездный час для всех участников. Программы готовили целый год, а здесь, на сцене, они показаны впервые. Они показывают взрыв эмоций, они показывают настроение, они показывают счастье, а главное, вы знаете, они излучают реальную любовь. И они показывают на то, что люди с любыми возможностями, они могут все. Это творчество. Это творчество очень разнообразное. Хочется, чтобы они себя в первую очередь почувствовали на сцене комфортно. И вот тогда они раскрываются, наши участники. Так что... Все, кто побывал на фестивале в Мытищах, обязательно хотят вернуться сюда с новой программой, еще более сложной и интересной. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. Это все новости к вечеру понедельника. Далее вас ждет прогноз погоды. Напоминаю, смотреть нас можно не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. Подписывайтесь на наши социальные сети и оставайтесь с нами на связи. Всего вам доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Какие правила пожарной безопасности стоит помнить при использовании пиротехники? Самое важное, одно из самых важных, естественно, это использование пиротехнических изделий, а также использование свечей для каких-то праздников или проведения торжеств. Если мы будем брать более обобщенную, то при украшении елок новогодней гирлянды, электрической гирлянды необходимо покупать в специализированных магазинах. Гирлянда должна иметь сертификат соответствия, сертификат качества, соответственно. В ходе установки елки или гирлянды необходимо соблюдать безопасное расстояние от электрических нагревательных приборов, печей на твердом топливе или других предметов, которые могут повлечь опасность возникновения пожара. В случае с пиротехническими изделиями покупать данные изделия необходимо только в специализированных магазинах. При покупке таких изделий пиротехнических продавец должен предъявить вам сертификат соответствия данного изделия. На коробке из пиротехнического изделия обязательно должна быть инструкция по применению, на которой обязательно в порядке написано, как правильно запускать, на каких безопасных расстояниях. Все это индивидуально для каждого изделия. Ну и, соответственно, в обязательном порядке мы рекомендуем перед тем, как запускать какое-то пиротехническое изделие, подробно ознакомиться с инструкцией для ее запуска, ну и выбирать места соответствующей безопасности. В преддверии новогодних праздников администрация городского округа Мутища всегда выпускает постановление главы, в котором подробно описаны места, площадки, отведенные для запуска пиротехнических изделий на гражданском населении. Какие меры стоит учесть, чтобы не допустить возгорания в загородном доме? Зачастую наблюдается рост возникновения пожаров в связи с использованием отопления, будь оно либо печное, либо электрическое. Самая часто распространенная причина пожара в загородных домах – это, естественно, перегрузка электросети, ну и аварийный режим работы электроустановок. Хочется отметить, что в случае наступления холодов и усиленного обогрева своих жилищ, либо бани, необходимо обязательно соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять электрические приборы включенными без внимания, ну и, соответственно, также еще раз проконтролировать состояние электропроводки внутри своих домов. Ну а при топке, если, соответственно, в домах либо банях имеются печи твердотопливные, ну, на дровах, на угле, да, конечно, в нашем случае это в основном дрова, соответственно, при использовании таких печей не допускать перекалы печного оборудования, ну и своевременно следить за состоянием его и очищать дымоходы. О чем важно помнить при обращении с газовым оборудованием? Действительно, газовое оборудование также является источником повышенной опасности. Да, действительно, в старом жилом фонде, в частных старых жилых домах зачастую люди используют газовые плиты не только по назначению в качестве приготовления пищи, но и как источник обогрева. Также стоит обратить внимание на то, что оставив газовую горелку, да, зажженную, существуют различные факторы, при которых эта горелка может потухнуть. Там порыв, там, кто-то открыл дверь, порыв ветра сквозняка, да, который может ее затушить, но при этом подача газа будет продолжена в помещении. К сожалению, на территории нашей страны и нашего городского округа тоже имелись подобные факты о том, что оставленная без присмотра газовая плита становилась причиной не только пожара, но и взрыва, и печальных последствий. Ни в коем случае не допускается оставлять без присмотра зажженные газовые горелки, плита, и в том числе в правилах пожарной безопасности всегда, всю жизнь было написано о том, что нельзя сушить вещи над этими, соответственно, приборами, поскольку это не предназначено, и, возможно, воспламенение данных вещей, если они сушатся над газовой плитой. Как уберечь детей от пожара? Отделом надзорной деятельности по городскому округу Мутищи проводится работа. В преддверии новогодних праздников во всех учреждениях образования проводится работа с детьми, в которой мы стараемся объяснить детям в игровой форме для самых маленьких, показать о том, что нельзя пользоваться, баловаться спичками, зажигалками. Но, тем не менее, конечно же, каждый родитель должен еще раз следить за своими детьми, объяснять своим детям, поскольку лучше, чем родитель, ребенку объяснить, как правило, никто не может. Необходимо напомнить еще раз детьми о том, что нельзя баловаться зажигалками, спичками. Соответственно, необходимо, чтобы дети знали телефон вызова экстренных служб. В нашем случае он сейчас единый. 112, позвонив с любого телефона, вы поддете в единую дежурную диспетчерскую службу, которая вам поможет, и направит соответствующую необходимую экстренную службу к месту происшествия. Ну и самое главное, конечно, родителям следить за тем, не только рассказывать детям, но и следить за тем, где и как у них хранятся какие-то пожароопасные предметы, спички, зажигалки. В частных домах зачастую бывает о том, что, бывает история, имеются газовые какие-то горелки, баллоны. Конечно, детский фактор, он всегда присутствует. Интерес ребенка к жизни, это обязательная история в жизни каждого. Поэтому для родителей, в том числе, необходимо убирать в недоступные для детей места все пожароопасные предметы. Сотрудники МЧС всегда напоминают о том, что не оставляйте детей одних без присмотра дома. Но были такие случаи, что возгорали, происходило возгорание, соответственно, жилищ, в котором дети находились одни. Как правило, это всегда позднее обнаружение пожара, ну и, соответственно, печальные последствия. Ни в коем случае мы не рекомендуем оставлять и даже просим не оставлять детей одних дома, независимо, насколько ребенок самостоятельный, независимо от того, насколько он обученный и так далее. Потому что детская шалость с огнем всегда имеет место быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова